Мы попали под обстрел. Колона попала под обстрел русских танков. Почему русских? Потому что мы взяли в плен 5 русских танкистов. Молодые мальчики по 19 лет. Одного зовут Ваня, другого Женя, второго Женя. Молодые контрактники, 19-20 лет. Три дня здесь дежурили за нами. Короче много погибло. Я тоже раненый, но мне немножко задело. Но в ногу надо будет доставать осколок. И по касательной прошел осколок. Лопатку задел. А так нормально. Но я покажу то, что осталось. Сейчас двухчасовое перемирие. Что они там хотят порешать, не знаю. Но похоже, что командира тура нету. Командира второй роты. Даже первой роты. Нету замкомбата филина. Многие сегодня ребята погибли. Я находился буквально в 8 метрах, когда прямое попадание попало вот в эту БМП нашу. Ну и соответственно, все, кто здесь был, выгорели. Здесь погибли ребята. Прямое попадание. Но впереди машина. Вон еще одна машина. Вот машина. Стреляли, молодцы. Мы спрятались вот здесь. Небольшой хутор. Здесь вот рядом дом сгорел полностью. Вон еще один дом сгорел полностью. Показывать убитые тела не буду. Оно вам не надо. Просто сегодня у нас плохой день. Сегодня у нас плохой день. Если видно, мы там дальше. Там еще раз, два, три, четыре, пять машин было подбито. Моя машина, на которой я ехал вместе с командиром дедом, позывной дед. Мы ехали одиннадцатый в колонии. Ну, слава Богу, Бог хранил нас. Мы никого. Бегом, 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 короче, ну и спрятались. Ни осколков, ничего. Вот это вот был автомобиль БК. Здесь очень много снарядов, патронов, которые взрывались. А там далеке их не видно. Там подъехали русские танки. Не знаю, что-то будет говорить, договариваться. А вот дом полностью сгорел. Ну, в общем, тяжеловато. Тяжеловато. Они сюда подъезжали с разных сторон, отстреливали у нас немножко градов было. Непонятно, что это, потому что взорвалось. Вот. Может быть, это БК, еще один. Ну, видите, по нам снова стреляет. Объявили двухчасовую перемирие, а стреляет. Поэтому, короче, я ухожу. Пока.